Газетный переулок находится около городского парка. Своё название он получил благодаря тому, что здесь издавалась первая в Рязани частная газета, а также находилась типография. Она принадлежала Николаю Дмитриевичу Малашкину, сыну владельца суконной фабрики, основателю Рязанского реального училища для мальчиков и издателям. Эта газета была в основном такого рекламного содержания, реклама, анонсы какие-то, но там публиковались и стихи, и коротенькие рассказы. То есть это, можно сказать, такая первая попытка сделать газету не рекламной, а именно с литературным уклоном. Также здесь издавались научные труды по сельскому хозяйству, библиографические обзоры, пособия для учителей гимназии. Семья Малашкиных была очень известна. Они занимали весь угол нынешних газетного переулка и улицы Урицкого. Однако от усадьбы мало что осталось. Ройны дома теперь прячутся за покосившимся баннером. Внутри разруха, ведь здание горело. Снаружи его давно оклили сорняки. Теперь его планируют восстановить. На сайте госзакупок опубликован тендер на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Его оценили почти в 4 миллиона. Историки и экскурсоводы рады, ведь в персективе место станет культурным комплексом. Он вообще сейчас располагается в такой естественной исторической среде, потому что здесь рядом один из старейших парков нашего города. Здесь рядом летний клуб благородного собрания 1905 года постройки. Здесь рядом дом Рюмина, наш художественный музей. В общем-то, здесь вокруг все дышит историей. Естественно, это здание нужно сохранять хотя бы потому, что оно идеально вписывается в историческую концепцию этого парка. Стоит отметить, что все здания – дореволюционные постройки. Между ними около ста лет разницы. Однако по архитектуре они хорошо дополняют друг друга. Например, в резном домике находился летний клуб дворянского собрания. Здесь проходили чаепития, балы и игры. Здание с элементами русского стиля. Стиль этот был популярен в конце 19-го, начале 20-го века в Рязани. У нас еще сохранились дома с элементами, с такими-то резные наличники, разные такие резные элементы, карнизы и так далее. Здание это строил, проектировал архитектор Цеханский. Это был губернский рязанский архитектор. Нам он известен, например, тем, что построил колокольню Иоанна Богословского монастыря. Если свернуть на улицу Урицкого, то можно встретить самый узкий дом Рязани, шириной всего в одно окно. Мало кто знает, что это тоже часть дома купца Малашкина. Своеобразный бренд Маузер, который должен был защищать от пожаров. Однако, как показала история, со своей ролью он не справился. На этой стороне улицы, кроме него, строения не сохранились. Здесь прослеживаются элементы еще стиля модерна. Вообще модерн у нас в Рязани представлен довольно-таки слабо. Все-таки стиль был достаточно своеобразный. Он в Москве, в Петербурге прижился. До нас он дошел поздно. Здесь, если присмотримся, вот элементы модерна. Вверх вот сам. Если мы посмотрим на окно нижнее, то тоже увидим, что изначально этот проем был совершенно другой формы. План реставрации усадьбы исполнитель должен подготовить до 30 ноября этого года. К этому времени нужно закончить научные исследования и предоставить эскизный проект реставрации с архитектурными и конструктивными решениями. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».